Запомните эту фразу «нам надо поговорить», чтобы никогда ее не использовать. Дело в том, что обычно мы с вами живем в потоке, и когда возникают какие-то дискомфорты, неловкости, когда какие-то маленькие обиды и так далее, часто бывает не ко времени, и вообще просто про это разговаривать. И у нас есть в голове чулан с костями, куда мы складываем и складываем и складываем все эти маленькие свои недовольства, раздражения. Как там у меня нейромонстры какие-то есть, тоже там обидоны, вот тоже мы туда складываем. И в результате, когда все это накапливается, мы уже понимаем, что терпеть дальше невозможно, и произносим эту фразу «нам надо поговорить». И после этого все, вы встали в позицию человека, который сейчас достанет из своего короба, так сказать, весь накопленную боль, даже если вы будете пытаться быть доброжелательными, мягкими, компромиссными и так далее. Поверьте, в вашем голосе будет звучать боль, которую человек, с которым вам надо поговорить, совершенно не готов на себя принять. Мы не готовы принять на себя то, что мы делаем близким больно. Сколько раз я сталкивался в психотерапевтической практике, что люди делают все, чтобы вот только не принять то, что они сделали больно кому-то из близких. Запомните, накопились у вас абидоны, накопилась у вас вся эта история. Вы их разложите на кусочки, поймите, где ключевые абидоны случаются. Найдите время в конкретный момент про конкретный абидон сказать. Не вот всю боль свою, которая там в ящике, а про конкретный. И это вы поговорили. А все остальное – это выезд на разборки. Там будет война, кровь, скандал, никто никого не будет слушать, все будут доказывать свои позиции, и вы просто вобьете очередной кол в массив ваших отношений, который в какой-то момент треснет окончательно и бесповоротно.